День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есина. Мы начали достаточно позитивно, но давайте вспоминать, что идет сезон, в котором нас ожидают сезонные заболевания. Вирус гриппа на самом деле самый опасный. И несмотря на огромное количество смешных историй про него, он мутирует. А вот это уже не шутки. О ситуации в регионе поговорим с эпидемиологом Людмилой Красницкой. Людмила, здравствуйте. Добрый день. Прежде чем начнем говорить на заявленную тему, наш корреспондент Диана Хрущева по-прежнему находится возле офиса Интертелекома, где сегодня проводились обыски. У нее есть новые подробности. Диана, тебе слово. Снова здравствуйте в студии. Мы действительно находимся возле Интертелекома. Это центральный офис на Малорноутском столе. Возле меня находится адвокат компании Валерий Радулов. У него есть подробности. Расскажите, Валерий, что за следственные действия тут проводятся и почему? С чем вы связываете их? Ну, информация у меня достаточно ограниченная, поскольку ни меня, ни еще были здесь адвокаты. Нас не допустили вовнутрь. Нам стало известно только то, что примерно около 11 часов начались следственные действия сотрудниками СБУ из Киева. На основании определения Шевченковского районного суда обыск проводится в рамках, естественно, какого-то уголовного производства. Мотивы основания этого производства нам неизвестны пока что. Ну, такая информация только доходит от людей, которые находятся внутри. Доходила информация, что якобы подозревают в сепаратизме. Ну, это, конечно, не может соответствовать действительности, поскольку мы прекрасно все знаем, что это за организация Интертелеком. Кого она обеспечивает связью, какой связью. В общем-то, что еще можно сказать, что следственные действия, вот нам, адвокатам, не было известно, на основании чего проводятся эти следственные действия. Нас не допустили вовнутрь, поскольку нарушаются конституционные права тех, кто находится внутри, поскольку граждане Украины имеют право на правовую помощь. А как обеспечить эту правовую помощь, если нет возможности доступа к гражданам. Второй вопрос. Естественно, что с нами общаться никто не стал. Мы вызвали работников полиции, объяснив им, что находятся в здании неизвестные люди, поскольку нам на тот период не было известно, что за люди находятся внутри помещения, вооруженные люди. И удерживают работников Интертелекома в заложниках. Естественно, нами были вызваны сотрудники полиции. Этим сотрудникам было предъявлено постановление, о котором я уже сказал. Но, я же говорю, опять же, мотивы и основания этого решения нам неизвестны. Больше, во всяком случае, на сегодняшний момент до сих пор проводятся следственные действия. Нам ничего неизвестно. Вроде была информация, что планируют изъять техники. Известно ли вам что-то об этом? Да. Есть такая информация, что сотрудники СБУ собираются изъять сервера и иную оргтехнику, которая обеспечивает деятельность всей сети Интертелекома. Если это произойдет, естественно, остановится вся связь. То есть, не будет связи Интертелекома. Спасибо, Валерий. Мы остаемся на месте, будем продолжать следить за ситуацией и будем сообщать обязательно вам в студию. Спасибо, наш корреспондент Диана Хрущева возле главного офиса Интертелекома в Одессе об обысках, которые там сейчас проводятся. К слову, это не первый уже обыск в истории компании Интертелекома. Проблемы со связью уже были. Это то, за чем следует следить в ближайшее время. А мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что говорим об сезонных заболеваниях. В гостях у нас Людмила Красницкая. Людмила, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Итак, страшно мутирующий вирус гриппа, который привыкает ко всему, за которым не успевает современная наука. Или есть еще какие-то угрозы бактериологические или инфекционные в нашей области? Подиска. Ну, кроме того, что мы ожидаем, конечно, подъем заболеваемости гриппом, на сегодняшний день у нас идет такой незначительный прирост, всего на 6% по сравнению с предыдущей неделей, потому что идет мониторинг за каждую неделю, отслеживается заболеваемость по всей области. И практически по всем группам она вот начала немножко вот так вот расти. Но это идут респираторные вирусы, а не гриппа. Гриппа на сегодняшний день, еще на ходах гриппа нет. Поэтому пока мы еще свободны от гриппа. Поэтому у нас вот складывается такая ситуация, что, к сожалению, мы уже ждем третью неделю появления вакцины от гриппа. Вакцины все-таки нет. Вакцины нет, но уже сегодня сказали точно, что в понедельник они получают выяснение. Вакцина в Украине есть. В должном количестве? Да, вакси-грипп вакцина, она находится на складе, но использовать ее без выставка, то есть лекарских засобов на применение нельзя. В понедельник это уже нам уже много раз обещали, но в понедельник уже будет вакцина. И на сегодняшний день я уже говорила с фармацией, а не 15-го, а 15-го, максимум 16-го в фармации вакцина будет. То есть она появится и в аптечной сети, и по заявкам организаций, предприятий, то есть те, которые захотят защитить свое рабочее население, то есть людей своих рабочих, чтобы они работали в период подъема заболеваемости гриппом. Вакцина для этого будет. Что это за вакцина? Кто производитель? Вакси-грипп Франция. Это ежегодно именно эта вакцина закупается? Она называется Вакси-грипп. Франция ее выпускает, но штаммовый состав каждый год разный. Откуда они знают, какой штамм были? Ну, это делается достаточно просто, потому что во всем мире идет, отслеживается циркуляция вирусов. Мы тоже в Одесской области, и Одесса у нас опорная база, где буквально все случаи, тяжелые случаи с подозрением на грипп обследуются, вирусологической лаборатории материал. И если вдруг там идет в этом материале какие-либо находки именно подозрения на вирус гриппа или находки вируса, они отправляются в Киев и так далее. То есть основные циркулирующие штаммы собираются и по всей Европе, то есть по всему земному штатуру. И все, исходя из этого, делается вывод, какие вирусы появились новые, в каком проценте и какие будут циркулировать. То есть в данном случае они потом поступают на завод поставщик, и завод уже изготавливает новую вакцину с новыми штаммами вирусов. Скажите, стоит ли опасаться в этом году какого-то аномального роста заболевания, потому что я об этом слышал, якобы теплая и влажная осень способствует возникновению все большего количества случаев? Вы понимаете, теплая или влажная она, или холодная она, или осень будет ли, она главное, это создание оптимальных условий там, где находятся люди. А от того, какая температура на улице, это, вы знаете, на вирус гриппа, она мало как влияет. Да, мы сейчас вернемся к оптимальным условиям, но у нас добавится еще один собеседник в наш разговор. Это наш коллега, журналист Сергей Дебров. Сергей, добрый день. Да, здравствуйте, я рад приветствовать всех студии. Итак, мы сегодня говорим об гриппе, об вакцинации. Да, самое главное о том, что вакцинация есть. Сергей, для меня это очень актуальная тема, к сожалению, у меня не грипп, у меня ОРВ, который закончился с невмонией, и сейчас я приходится лечиться серьезно. Сергей, ваше отношение к вакцинации против гриппа? У него плохое. Вы знаете, это, ну, уже сказано было, что это, по большому счету, это лотерея, во-первых. Во-вторых, вот прямо сейчас на личном области могу сказать, что помимо гриппа имеется достаточно много сезонных возбудителей вирусной петеологии, которые могут человека уложить постельно долго и с серьезными последствиями не хуже, чем грипп. Поэтому вакцинация вакцинации, а профилактика общая и санитарные мероприятия, и профилактические мероприятия, не отменить их одной только вакцинацией нельзя ни в коем случае. А у нас в гостях Людмила Красницкая. Людмила, я вижу, по-моему, что вы не согласны с Сергеем касательно вакцинации. Нет, нет, я в некоторых вопросах с ним совершенно согласна, но одно другому совершенно не мешает. Вакцинация от гриппа – это индивидуальная защита каждого человека. Поэтому, ведь почему не зря же определены группы риска, которых как бы нужно было привить? А в первую очередь, ну там чисто по профессиональной своей работе, там медики, работники правоохранительных органов, магазины, рестораны и так далее. Но плюс ко всему сюда входят еще и группы риска, которые имеют в своем жизненном багаже именно уже переболевшие, имеющие постоянное ОРВИ, которые, да, вызываются разными респираторными вирусами. И они циркулируют сейчас. Но вот Сергей говорит о том, что вакцинация – это лотерея, правильно, Сереж, я вас понимаю? Ну, естественно, удастся или не удастся угадать инфигенный состав в начале года тех вирусов, которые будут. Иногда это попадает, иногда это не попадает. Во-первых. Во-вторых, безусловно, вакцина не дает стопроцентной защиты, поэтому даже привитым об этом нужно помнить. Да, можно говорить о том, что вакцина, возможно, по всей видимости, уменьшает вероятность заболеваний и течения болезней. Для меня это вопрос, в общем-то, вопрос научных исследований. Они постоянно анализируют статистику, допустим, сравниваю Харьковскую, Воронежскую область, они рядом. Одна вакцинируется, вторая не вакцинируется, смотрю, как там проходит. Но, повторю еще раз. Грипп – опасное заболевание, и любая вирусная инфекция сезонная – опасное заболевание. И здесь очень важно и вовремя диагностировать, и оставить ребенка, не пустить его в школу. Это нужно и для ребенка, и для тех, кто рядом с ним учится. Вакцинация – это одно из мероприятий, одно из нужных мероприятий, которые нужно проводить. И госпожа Крахницкая знает, наверное, это лучше всех в нашей области. Совершенно верно. Я начинала с этого говорить о том, почему вакцина от гриппа не лотерея. Попадет или не попадет. Потому что вот то, что я говорила, что в город Одесса опорная база, и вирусы отправляются, и они изучают целые институты, и определяются актуальные штаммы, и только на основании этого потом уже заводы-производители делают прививки. Каждый год мы говорим о прививках, каждый год мы говорим о новой вакцине с новым штаммовым состоянием. Поэтому говорить о том, что тут попадет, не попадет, я в этом даже близко не соглашусь, потому что вакцины актуальны, и они имеют определенный штаммовый состав. Тот, который будет циркулировать в этом году. И там даже, когда человек покупает, там даже на коробочке, на ампуле написаны, какие штаммы, какие это. А мы, как везде говорили уже, и все знают, какие штаммы будут в этом году. Почему мы говорим, вот вы говорите, будет много или будет мало? Да, может быть, в этом году будет заболеваемость более большая. Есть предпословия какие-то? Какие же? Это то, о чем мы говорили, это новые штаммы, которые будут циркулировать. У нас только один вирус гриппа АН1, который намного сделал нам бед в тот сезон, он сохраняется. Но у нас новый вирус идет АН2 и новый вирус гриппа В. За счет нового вируса гриппа АН2 он больше дает вспышечную заболеваемость и поражает детей. Поэтому на сегодняшний день уже новой службой, Держпродслужбой уделяется большое внимание. Во-первых, мы провели заседание ТБНС. Все получили план, где расписано все. Сейчас идет проверка детских дошкольных, школ, учреждений по готовности лечебных. У вас буквально на минуту, сейчас поговорим, насколько готовы, чтобы отпустить Сергея. Сергей, последний вопрос к вам. Как вы считаете, можно ли доверять тем вакцинам, которые поступают в Украину? В частности, из Франции. Для меня слово «верить и доверие» – оно только религиозное. Есть объективные, есть научные данные, есть специалисты, к мнению которых мы прислушиваемся. Это все-таки дело абсолютно правильно сказано. Способ индивидуальной защиты – это индивидуальный метод для каждого. Поэтому тут я не имею права и не буду давать никаких рекомендаций. Вакцины, если в этом году есть, слава богу. Если все желающие смогут привиться, это просто замечательно. Сергей, благодарю вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Напоминаю, на телефонной связи был журналист Сергей Дебров. Сейчас прервемся еще на несколько минут дайджест всеукраинских международных и одесских новостей. После вернемся и продолжим беседу с Людмилой Красницкой. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин